Итак, всем привет! Вы наверняка сталкивались с такой проблемой, когда вы пишете какой-то код, повторяете за тем, что у меня происходит видео, потом пытаетесь запустить, а там совершенно другое. Ну вот на видео, например, такой результат, что у нас там есть красивая шапочка, дальше что-то красивое еще идет. Ну а когда я переключаюсь на свой сайт, я вижу, что у меня тут что-то с навигацией случилось, листаю вниз, у меня тут вообще стилей нету. И в целом-то непонятно в чем проблема. Ну и давайте посмотрим, как мы можем это исправить. Во-первых, хочу напомнить, что к каждому видеоролику я прикладываю ссылку на исходный код. Здесь вы можете ознакомиться с рабочей версией кода, но зайдя в тот же, например, индекс.html, здесь мы попадаем в такую ситуацию, что тут огромное количество строк кода, и найти разницу между моим кодом и вашим будет очень трудно. Ну и давайте посмотрим, что мы с этим можем сделать. Первое, нам надо вытащить содержимое этого html файла. Мы можем либо тыкнуть вот сюда на слово html, далее мы перейдем на главную страничку, нажимаем на код и скачать zip архивом. Ну и там мы можем скопировать. Либо мы можем воспользоваться более простой версией, просто скопировать здесь весь файлик. Нажимаем скопировать и переходим на чудо-сайт. Ссылочку оставлю в описании, это div-чекер. Сюда мы вставляем оригинал, то есть мой код. Далее находим ваш код, также его копируем и вставляем в другое поле. Нажимаем найти разницу, и он нам показывает, где я конкретно ошибся. И здесь мы уже можем проанализировать. Ага, здесь я написал на одну букву n больше. Давайте сохраним и проверим. Заходим на наш сайт, и теперь мы видим, что у нас восстановилась верстка. Давайте посмотрим на вторую проблему. Здесь у нас navigation, здесь navigation, то есть не хватает буквы а. Сохраняем, и теперь наша навигация должна тоже быть красивой и работающей. Ну, в целом да. В общем, используя этот сайт, вы можете более быстро находить ошибки, анализировать их и исправлять. И это повысит качество вашего обучения. А на этом я думаю, что мы можем закончить. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok